Здравствуй, дорогой зритель! Мы рады приветствовать тебя на нашем канале. Конец лета и начало осени всегда для нас было напряженной порой. В этом году особенно, ведь помимо сбора и переработки урожая, у нас добавился ремонт во всем доме и замена системы отопления. Не скажу, что все проходит гладко и по запланированному, но мы стараемся все успеть. Отсюда, конечно, и задержки видео. Прошу меня понять и простить. Надеюсь, я успею наверстать. Всем приятного просмотра! Итак, открываю серию видео по сбору и переработке урожая. Я с помидоров собрала 6 ведерочек помидорчиков. Некоторые уже начали портиться. Здесь все практически из своих семян, по-моему, все помидоры. Только где-то есть французский гроздевой и сибирский скороспелый. А так остальные все своими семенами. Оранжевые с помидорами сажаем уже, наверное, года 4. Очень нравятся. Но их нужно сажать только на улице, потому что они очень высокорослые. В общем, часть помидоров пущу на кетчуп, заморозку и закрою с базиликом. Дальше как раз покажу рецепты, чтобы было уже наглядно видно. О, вот он, испорченный помидор. Чтобы наглядно было видно, что и как я делаю из помидоров. Помидорчики такие грязные, потому что ночью у нас прошел дождик. Поэтому, конечно, они не очень чистые. Из теплицы 2,5 ведра. Остальное все с уличных помидоров. Мне понравилось то, что уличные помидоры у меня растут полностью без какой-либо моей деятельности. Я их посадила и все. Ну, 2 раза мы их обработали от фитофторы. И больше ничего с ними не делалось. Они растут сами, какие лежат, какие у меня плелись по сетке. Но они эту сетку уже положили. Ничего не посынковало. Ничего не пропалывало. И отличный урожай. Я считаю, отличный. Там еще много помидоров. Они есть и еще будут. В общем, помидорами я довольна очень. Перец Техас. Самый большой экземпляр. Практически 18 сантиметров. Самый большой экземпляр на сегодняшний момент. Он только начал у нас спеть. Свои собственные семена. Третий год, как я его выращиваю. Все прекрасно. Перчик нравится. Единственное, не пойму, почему он весь такими вот бугристыми неровностями. В прошлом году такого с ним не было. Масса перчика этого большого, который у нас почти 18 сантиметров, составляет 199 грамм. Прекрасный натюрморт. Я перебрала все 6 ведерочек. Здесь, значит, у меня резанные помидорки пойдут на приготовление кетчупа и приготовление пасты томатной. Вот этот тазик с помидорками будет замораживаться часть. Часть буду консервировать. И здесь оставила самые крупные. Это сейчас именно поесть на салатик в ближайшие пару дней, пока помидорки еще зреют. Заставила целый стол. Даже не знаю, как показать, чтобы было видно. Не знаю, как я быстро со всем разберусь, но в первую очередь буду перерабатывать резанные помидоры, а те это уже на завтра. Начинаю с заготовки я с переработки томатов. Все порезанные помидорки я пропускаю через соковыжималку. Часть из них отправлю на томатную пасту, а часть оставлю для кетчупа. Ставлю на плиту и дожидаюсь полного закипания. После того, как масса закипит, я добавляю все ингредиенты, которые мне нужны для приготовления томатной пасты. И ставлю эту жидкость увариваться в 5-6 раз. На это может уйти много времени. Все зависит от объема. Разливаю пасту по заранее простерилизованным банкам. У меня это баночки небольшого объема от детского питания. Закрываю крышкой и все можно убирать на хранение. Храню обычно в кладовке. Сладкие помидоры с базиликом. На дно банок выкладываем чеснок. Далее у нас идет базилик. И заполняем баночки помидорками. Я использовала небольшие помидорки разноцветные. Мне кажется, так будет выглядеть намного красивее. Не забываем в каждую баночку положить по небольшому количеству черного душистого перца. Банки дважды заливаем кипятком. Оставляем где-то на 15 минут каждый раз. Затем варим маринад. Ингредиенты указаны на 1 литр маринада. Не забудьте посчитать, сколько маринада вам понадобится. Затем уже заливаем баночки маринадом и закручиваем. Даем остыть. Хранить можно также при комнатной температуре. Из части процеженных томатов я буду готовить кетчуп. Для этого нам понадобятся специи, соль, сахар. Все ингредиенты вы видите на экране. Доводим томат до закипания. Добавляем все наши ингредиенты. Затем кипятим еще минут 10. Разливаем по заранее простерилизованным банкам. Закрываем. И можно убирать на хранение. Кетчуп готов. Еще мы закрыли 4 литра томатного сока. Помидоры еще есть. Возможно, как-нибудь покажу рецепт, если буду еще делать. Но пока этот момент остался за кадром. Сижу сейчас, пропалываю свои перчики. Как я обещала вам показать. Вот, значит, у меня сорт. Прям вот тут табличка стоит. Острый маг. Так, это обычные перчики из магнита. Я купила перчину зимой, сохранила семена и вырастила. Так что это пока первый год, как я выращиваю. Обязательно соберу семена. Вот тут дальше еще кусты. Остальные пока еще заросшие. Это обязательно к сбору. Прям, наверное, вот даже вот эту перчину возьму на сбор, потому что она просто великолепная, огромная. Сантиметров, наверное, 16 точно. Тут еще другие кусты. Перец у меня растет вот так. Да. Как и большинство растений в огороде, сейчас выглядят именно так. Пропалываю только для того, чтобы показать. Потому что они прекрасно плодоносят уже, отплодоносили, можно сказать, урожай отличный. И как бы пропалывать особо смысла нет. Ну вот, для съемки показываю. Это у нас острый маг. Я когда сажала перец, мне говорили, что ничего у меня не получится, что я сажаю его слишком близко, слишком поздно. Еще и подстригла его, вообще ничего не вырастет. Но смотрите, какой хороший, шикарный перец вырос. И не слишком близко, как оказалось. И не так страшна перцу стрижка. Наоборот, полезно, потому что он формирует дополнительные ответвления, да, и завязывается все больше и больше перчика. Так что, я была права в своем мнении. И буду продолжать дальше также сажать перец. Ну вот это уже перец жгучий. Это семена свои собственные. Сажаю второй раз. На следующий год пойдут уже на третий раз своими семенами. Вот, посмотрите, кустики шикарные. Там вот он тоже дальше еще есть. Есть, конечно, и маленькие кустики. Ну вот эта вот перчина у нас точно пойдет на семена, потому что она самая большая. Куст мощный. Куст очень с большим количеством завязей. Есть еще много и зеленого перчика. Все обязательно вызрит, все успеет. Смотрите, какие они длинные, шикарные. Это однозначно остается на семена тоже. Здесь у нас перчик бараний рог. Это уже магазинные покупные семена. Должен был быть перчик высокорослый, но я его также прищипывала, подстригала, как и весь другой перец. Поэтому высокорослый он не получился. Ну, по урожаю я смотрю, очень обильно урожайный. Кусты все просто увешаны плодами. Буду обязательно оставлять на семена и посмотрю, как он уже будет своими семенами адаптированный, как будет давать дальше урожай. Собрала все уличные помидоры, сняла с кустов абсолютно все. Половину кустов выдернула, половину выдерну попозже. Сейчас совсем жарко, потому что вот у нас роса, и помидорки начинают портиться. Что-то, конечно, зеленое долежит, да спеет. Что-то уже, конечно, хорошее. Много красных, много оранжевых. Очень мне понравился цитрон. Это с Белоруссии мне Надюшка семена присылала. Они такие миленькие, такие интересненькие, при этом вкусные помидоры. В общем, обязательно к посадке будут все помидоры, которые я и сажала. Это точно. Более подробно сейчас вставлю и фоточки по сортам. Сейчас переберу, что в первую очередь съедим, что может быть на консервацию, на заморозку, а что будет лежать, зреть. И немножко спаржевой фасоли. У меня всего лишь один куст вырос, спаржевой фасоли, поэтому совсем мало. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...